Народ всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах, и мы, да, снова в Эмиратах, мы отсюда и не уезжали, просто вернулись из Абудабы в Веляйн. Угадайте, что находится сзади меня. Сзади меня самый настоящий огромный оазис. Оазис в Веляйне один из самых больших в мире, не только в Объединенных Арабских Эмиратах. Что такое, в моем понимании, оазис? Знаете, когда я была маленькая, я представляла такую лужу в пустыне, где можно упасть и попить воды. А сегодня мы посмотрим, что же такое настоящий оазис. Действительно, он огромный, 1200 гектаров, 147 тысяч деревьев и пальм, только финиковых пальм больше 100 сортов. Увидим финики, увидим много чего интересного, увидим ирригационную систему. Я надеюсь, ставьте лайк, подписываемся. Поехали смотреть оазис! Мы зашли через ворота, точнее, через рецепцию. Видим много людей, также пришли сюда погулять. Сегодня праздник, выходной день, автобусик. А вот наш путь, мы пойдем туда прямо. Первый раз я посетила это место 6 лет назад. Люди смеялись, когда видели фотографии. Я была одета в сандали с носочками. А знаете почему? Потому что когда-то я сожгла себе стопы. На Шри-Ланке или в Индии. Теперь я всегда в жаркие дни под сандали поддеваю носочки. Но сегодня мы смеяться не будем, я в кроссовках. В общем, идем в вазис. Тут появилась новая фишка, сити-тур. За взрослого 20, Дирхам за ребенка 10. Садимся в автобусик, едем, смотрим оазис. То есть можно не гулять, можно просто его проехать. Тоже, наверное, очень прикольно. Не знаю, подумаем сейчас с Наташкой. Ехать, не ехать. Выбрали с Наташкой все-таки пойти попотеть, показать вам все. На самом деле из автобусика ты не выскочишь, чтобы снять все. И такие прикольные уже сделали станции, остановочки, где можно сесть и посидеть. Потому что в прошлый раз я ходила под таким палящим солнцем. Но вот, кстати, группа ждет автобус. Поскольку больше 6 человек, по-моему, в автобус не садят. Так что нет, все-таки мы пойдем потеть и показывать вам все. Но, несмотря на то, что декабрь, жара еще дикая, 35, но все равно лучше пойти пешком, все вам показать, все рассказать. В общем, идем и наслаждаемся. Смотрите, решили мы арендовать такой вот велосипедик двойной, еще и с крышей. Чтобы вообще классно было, чтобы проехать, показать все. Нам дали билетик, 1 час 30 дирхам. Еще это очень недорого. Так что сейчас поедем в путь, будем выходить, снимать, все показывать. Такой прикол. Смотрите, это очень популярно, очень много людей. И нам повезло, что был двухместный именно. Потому что популярный четырехместный, в основном все двухместные уже уехали. Все, ставьте лайк, поехали. Добрались до первой остановочки. Обычно сюда идти минут 10. Рассматриваем оазис. Велосипед у нас как-то едет тяжеловато, несмотря на то, что я буквально профи в велосипеде. Вон Наташка сейчас пробует на нем поехать. Так, что-то руль у нас застреет. И приходится иногда выкручивать. И чуть не столкнулись пару раз. Вот такие беседочки в оазисы есть. Даже с вентилятором. Даже с вентилятором есть. И здесь можно отдохнуть от жары. То есть, как это и было в пустыне, путник могу сесть, посидеть немножечко. Хотя, конечно, там беседки были другие. И вентилятора тогда уж точно не было. Вот путь в оазис. Дальше мы поедем вот сюда. И сейчас попробуем зайти внутрь. Хотя обычно внутрь не пускают. Но здесь воротики открыты. И уж простите, что мы заглянем туда. А вот пальмочки. Огромный такой вид на пальмы. И вот что здесь интересное. Эти фалажи и акведуки. Тогда вода под действием силы разливалась и доставлялась. И до сих пор, конечно, разливается и доставляется в дома и в сельскохозяйственные районы. Вот. Как мы так зашли хорошо. Удачненько. Ой, какая здесь прохлада. После 35-ти я не могу вам передать. Просто какая прохлада. Скажем так, этот оазис, конечно, он такой. Более-менее современный. Потому что здесь был ремонт. Реновейшн. И в 2011-м он стал один из наследия ЮНЕСКО. Одним из оазисов. Есть более древние. В Хиле, например. Там вообще оазис такой древний. Весь разваленный. А этот больше для прогулок, для туристов. Сейчас я стою и чувствую себя очень хорошо в тени. В пальмочках. Сейчас, наверное, градусов 20-25. За заборчиком люди ходят. Видим, не только пальмы. Есть и другие растения. Так что это для прогулок, конечно, здорово. В пустыне такое сделать. Помним, что такое Абу-Даби у нас зеленый. Элянь зеленый. А вот Дубай. Такие каменные джунгли. Действительно просто. Сейчас попробуем поехать дальше на нашем велосипеде. Ну, какой-то у нас велосипедик такой стрёмненький. Все, пожелайте нам удачи. Поехали мы. Поменяли мы наш велосипедик. Едем нам дали уже на 4 места. Ох, как ребята впереди едут. У нас такой же велосипедик. Наташа снимает. Я кручу. Едем по Атису. Ну, такие идти было бы тяжеловато. А мне не нравится ехать, честно. Наташа расстраивается, что мы сначала не смогли управлять. Нет, я расстраиваюсь, что мне очень некомфортно. Ну, да, тут такой разминуться со всеми велосипедиками. Не зацепить бегающих деток. Ох, хорошо, как разогналось и едем. Ох, перекресток один, второй вариант пути, третий. Ну, мы едем прямо. Ну, так комфортненько все-таки. Такой ветерок, мы под крышей. И заборчики уже пониже. Можно заглядывать, смотреть, что там. Везде отведуки, фалажи. Немножко мусора, конечно же. Как же без этого? И люди, которые сюда пришли. От жары спрятаться, погулять. Такой летний зной. Хотя сейчас уже декабрь. И сейчас 3 часа дня. Как настоящие путешественники решили отдохнуть. Припарковаться, посмотреть деревья. Много туристов сегодня гуляет. Обычно можно гулять, гулять, гулять. И ты будешь один. Вот наш новый агрегатик на 4 места. Ему же можно управлять. Все нормально. Снова заглянем в Воротца. Вот тут уборщик мусор пособирал. Молодец. Тут все еще какие-то ремонтные работы идут. Пальмочки. И вот, кстати, это небольшая мечеть. Наташа все еще злится на велосипед. И вон, действительно, иногда ты не можешь совладать с рулем. И вот люди уже во избежание столкновений просто толкают велосипедик впереди. Да, вот такое тоже может произойти. Но мы не сдались. Мы просто взяли и другой велосипед. Элени Нэшнел Мьюзиум. Он пока закрыт. Уже год как на реставрации. И Султан Форд. Ага. Понятно и интересно. Заглянем через. Вот у нас акведук. А вот и пальмочки. А вот и лиственные деревья здесь. А, красота. Снова мы едем по оазису. Путешествия продолжаются. Мы все дальше в дебре. Людей все меньше. Чувствуем себя путешественниками в пустыне. А, вон люди все-таки есть. Но зайти сюда на своих ногах в 35 тяжеловато. Ох, какие резные двери прям. С сердечками. Ох, мы приехали с той стороны. Вон наш драндулетик стоит. Наташка. Сейчас посмотрим здесь. Ох, здесь вот акведук с водичкой. Спускаемся. Вот как оно все происходит. Не знаю, слышно ли вам, как шумит вода. Не знаю, это мусор, сеть какая-то. Что это такое? Вот водичка. О, потолок. Ой, теплая вообще. Очень теплая. Так что сегодня мы видели настоящий оазис, настоящий акведук. Но мы еще, конечно, не заканчиваем нашу экскурсию. Мы пойдем смотреть, что дальше. Поднимаемся по ступенечкам и выходим. Вот выходим, и у нас снова мечеть. И оазис. Слышно, как птички поют? И шум воды в акведуке тоже слышен. Нашли такую стояночку-остановочку. Тоже с такими комнатками, чтобы можно было сесть, немножко охладиться. И также здесь есть лавочки. Вот дети катаются, гуляют, люди сидят. Наш грандулетик. Вот оттуда мы приехали. А жалко, фиников не удастся вам показать. Сезон-то прошел уже. Зато пальмами можно насладиться. Подумайте, только 147 тысяч деревьев здесь. Пальм и деревьев. Офигеть. Ну вот кому нужно здесь. Также, конечно же, есть туалет. Нет, туалет хороший, но там просто мусор. Как всегда люди набросали бумагу. То есть на остановках есть туалет, что все прекрасно. Можно прокатиться, можно охладиться, посидеть, покушать, попить водички обязательно. Полюбоваться на зеленые пальмы, зеленые деревья в зеленом городе Эляйн. И сходить в туалет спокойно. Вот такой туалет. Не будем его показывать. Показываю им туалет только в мобах. Сейчас поедем дальше. Вот чуть-чуть финичков осталось. Собирают финики. Так, в сеточке. А вот сеточки уже выпотрошены. Слышите, как Моэдзин зазывает на молитву? Это мы возле одного из выходов на Эляйнсук. Я забыла ставить микрофончик. Не знаю, слышали ли вы то, что мы рассказывали. Вот, местная архитектура. Даже маленький зоопарк здесь есть. Курочки здесь пасутся. Свеженькие. Дерево какое-то красивое. Вон, видишь, запальнялись. Между пальмами здесь. А вон, кажется, Наташа мне показывает правильно. Вон, финики есть. Максимально увеличила вам. Еще чуть-чуть осталось. Прийти бы как-то, когда финики спеют. Вон, такой красивый зеленый уголок в самом сердце Эляйна. Центральный оазис в Эляйне. Красота. оазис в Эляйне. Во? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы даже другим путем сможем выехать и оставить наш драндулетик А вот я нашла такой проходик Не могла не показать вам его А мы завернем вот сюда, посмотрим Тут написано не входить Хорошо, через площадочку сниму вам, через дверцу Вот фиговое дерево растет Конечно, большинство деревьев здесь это пальмы Как и по всем Эмиратам Но также есть гранаты, фиги Обычные деревья Я не знаю всех названий, конечно Вот так гулять по такому чудесному оазису Ох, в 35, как же здорово Ну и тоже калиточка там, наверное, в ирригационную систему Что там за этим? Растения растут Птички поют Декабрь месяц, а у нас летом Делюсь с вами теплом и солнышком Забирайте себе чуть-чуть Так, сюда снова заходить нельзя Заглянем, просто Там уже такие буйные пальмы цветут Куда мы и не пойдем Просто красиво Ну что, друзья мои, что скажете Как вам оазис? Наконец-то побывали в настоящем оазисе Ставьте лайки, пишите комменты Не забывайте подписываться на канал Будет много всего интересного Всего вам доброго Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!